Всем привет дорогие друзья, с вами Amway921, мы сегодня находимся на сайте gamemodels3d.com Каждый из вас может ссылку сверху прочитать И это сайт, на котором очень много собрано моделей танков, в том числе и новейших, с теста 0.8.4 И сегодня мы будем говорить про британские танки, потому что с появлением ПТ это стало наиболее, скажем так, ну скажем, востребовано Потому что именно здесь уже и вся британская броня живет Хочу вам сказать одно, что сайт, на котором мы существуем и на котором мы сейчас, точнее не существуем, а ползаем Это разработка и труд одного человека, создателя этого сайта И сам вход по себе для всех остальных не бесплатный на этот сайт И поэтому, чтобы его работа не пропала даром и была вознаграждена Мы не будем в нашем видео обзоре рассматривать самое интересное 9 и 10 уровни британских ПТ, СТ и ТТ Если у вас есть желание эту информацию получить, то необходимо будет на этом сайте зарегистрироваться Платить там, по-моему, 50-рублевый взнос или типа того И получать информацию Поэтому каждый труд, я считаю, хороший должен быть вознагражден И поэтому в благодарность этому человеку, который создал всю для нас эту информацию Мы сделаем именно так Ну а для всех остальных, кто бесплатно хочет все посмотреть, мы посмотрим сегодня все до 8 Не будем легкие танки смотреть британские, потому что смысла в этом нет Как вы знаете, у них там брони на особой какой-то сложности вообще нет Немножко посмотрим средних, посмотрим все тяжи и ПТшки, начиная с АТ-2 С ПТшки 5 уровня, самой бронированной для тех боев, куда он ее кидает Ну и начнем по традиции, то есть дело в том, что перед вами будет вращаться танк Если вам важно просто посмотреть на это все и не слушать меня, то вы можете на паузе разглядывать Делать для себя какие-то пометки, выводы Но вообще я вам напомню, что в игре существует по большому счету как бы два типа брони Это экраны и основная броня Экраны изображены у нас сиреневым Чем цвет сиреневее, тем экран толще И для основной брони, чем краснее зона, тем броня там толще Но это не значит, что, например, танк Матильда у нас, если башня и НЛД у него красный Это не значит, что там серьезная броня Это значит, что это самая толстая на танке Поэтому в этом плане было бы еще, конечно, удобней Чтобы отображал данный сайт в контексте каждого конкретного танка, его уровня боев И, ну, вообще, было бы, наверное, так более понятно и интуитивно ясно Какая броня все-таки, она действительно серьезная или так пшик Как, например, у Матильды У нее очень неплохая броня салба, потому что здесь есть очень много рикошетных мест И, как вы видите, если вы встречаете этот танк в бою, то имеет смысл стрелять ему в щеки Или в верхний бронелист, который самый тонкий из всего лобового ассортимента танка Ну, а с борта в экран лучше не стрелять Потому что я вам напоминаю, что экран 75 мм толщиной Это очень серьезная броня И пробить ее будет тяжеловато Вот такой у нас Матильда Дальше Блэк Принц Блэк Принц имеет... Это Матильда Блэк Принц, думаю, что же с ней сделали Матильда Блэк Принц отличается тем же, что у нее тот самый корпус И еще башня, которая не имеет никакого наклона И брони, по большому счету, из себя никого не представляет Но в более подробном обзоре про Матильда Блэк Принц мы с вами уже в этом убеждались Плюс добавляются интересные моменты У нее под башней появляются экраны Тоже интересная защита Правда, она не знает, кого спасает Наверное, для ВБРа какая-то благодарность Дальше танк Хромвель Средний танк 6 уровня Британии И что интересно, независимо от того, что мы здесь с вами видим Для 6 уровня у него очень плохая броня Броня совсем плохая настолько, что можно даже про нее не разговаривать Но тем не менее, самая толстая, оказывается, ее зона Это верхняя броня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok И вполне себе можно утверждать, что это одна из самых... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok